В Уфе, в доме номер 6 по улице Арджиникидзе, строители меняют канализацию и трубы горячего холодного водоснабжения. Капитальный ремонт в этом многоквартирном доме продлится около месяца, говорят рабочие. В этом году в Башкирии по программе поэтапный капитальный ремонт запланирован в 920 домах. На прошедшей пресс-конференции директор фонда региональный оператор отметил, по итогам прошлого года в республике уже отремонтировали 540 домов. Если говорить о том, что у нас в республике 16800 домов многоквартирных по всей республике, то уже к концу этого года мы получим результат. 10% домов с самым необходимым видом ремонта уже будет выполнен. Мы планируем в течение 8-10 лет в каждом доме проводить 1-2 виды ремонта. Программа капитального ремонта будет откорректирована, сообщил Борис Герасимов. До конца года все дома в республике будут обследованы, чтобы оценить их реальное состояние. При этом собственники сами определяют, в каком виде ремонта они нуждаются в первую очередь. Также они участвуют в выборе подрядной организации. Однако собственники пока не спешат оплачивать новые квитанции. Против неплательщиков, отметил Борис Герасимов, будут использованы штрафные санкции вплоть до выселения. Могут проблемы возникнуть в тех муниципальных образованиях, где нет сбора, где мы на сегодняшний день запланируем дома, а денег не соберем. Естественно, в дальнейшем мы будем в этом муниципальном образовании планировать меньше работы. Мы уже в этом месяце, кто не оплачивает, высылаем письмо с предупреждением. Уже с апреля месяца мы Борис Герасимов поручаем, чтобы они наняли юридические какие-то фирмы или сами юрисов набрали, для того, чтобы они уже начали судебные дела. Все будет так же, как и по законодательству за жилищно-коммунальные услуги. Мы же сами не можем выселять. Мы на основании решения суда. Также будут штрафовать и подрядчиков за несвоевременную сдачу объекта. Отметим, жители не всегда довольны и качеством выполнения работ. Ну а как вообще относится к капитальному ремонту? Ну как придет, нормально. Вот только торопишь еще. Кто и как, когда уже капитальный ремонт проведен, принимают этот ремонт? И второй вопрос, что делать тем жителям, которые недовольны, как и капитальный ремонт? Собственники приемки выполненных оборудов обязательно принимают участие. Кроме этого, мы говорим, муниципальный жилищный надзор должен и муниципалитет. А остальное уже региональный оператор. У нас есть заказчики, есть служба технического надзора, и мы несем полную ответственность. Если во время демонтажа общего имущества необходимо снять унитаз, если в процессе работы этот унитаз разбился, значит, мы нанесли ущерб собственнику, мы его должны заменить. Программа продлится в республике до 2043 года. Отметим, в этом году капитальный ремонт на 80% будет проведен на деньги собственников. Остальные средства выделят федеральные и республиканские бюджеты. Алина Гребешкова, Роман Угуманов, городской телеканал ЮТВ.